Польза и вред кефира для здоровья. На слуху в основном положительные отзывы о кефире и о его благотворном влиянии на здоровье, что не случайно, перечень полезных качеств. Кефир овнушителен, является источником кальция, улучшает работу кишечника и желудка, помогает в лечении и профилактике гастрита, диабета, авитаминоза, дисбактериоза, болезни сердца и ЖКТ, атеросклероза, аллергии и даже рака ускоряет всасывание железа, профилактика. Анемия, богат витаминами группы В, укрепляет сердечную систему, выполняет функции антидепрессанта, легко усваивается. Тонизирует работу нервной системы, восстанавливает нарушенный обмен веществ, способствует снижению веса, повышает иммунитет. Замедляет старение кожи, благотворно влияет на состояние ногтей, волос, костей, защищает от кишечных инфекций, нормализует. Стол вместе с тем, медики по всему миру не разделяют мнение об абсолютной полезности этого напитка. Употребление кефира может оказать вред и противопоказан, лицам, страдающим хронической формой гастрита, язвой, панкреатитом. При индивидуальной несовместимости детям до 9 месяцев минус 1 года, при диарее противопоказан слабый кефир, при запорах – крепкий, трехдневный. Кроме этого, серьезную обеспокоенность высказывают некоторые ученые относительно содержания в кефире алкоголя. В зависимости от технологии приготовления и продолжительности созревания, процентное содержание этанола может достигать отметки 0,88. Можно ли пить кефир беременным? Кефир не противопоказан при беременности и лактации. Напротив, многие врачи рекомендуют выпивать по 500-600 грамм в сутки. Неоспоримые доказательства того, что кефир ввиду содержания алкоголя может нанести вред будущему ребенку, отсутствуют. Возможно, наличие большого количества плюсов в употреблении кефира перекрывает незначительный риск, связанный с наличием несущественной дозы спирта. Тем не менее, ряд будущих мамочек принимает для себя решение самостоятельно и отказывается от кефира вовсе. Полагать, что они поступают правильно, равно как осуждать за чрезмерную осторожность, было бы безосновательно. Кефир при желчнокаменной болезни. Застой желчи и образование камней в желчном пузыре или желчных протоках – заболевание, требующее строгих ограничений в рационе питания. Пища не должна доставлять раздражение больным органам. Кефир прекрасно справляется с этой задачей и способствует оттоку желчи. По этой причине кефир занимает важное место в лечебных диетах при желчнокаменных болезнях. Кефир при болезнях желудка. Кефир оказывает положительное влияние на среду желудочно-кишечного тракта, лечит дисбактериоз, выводит токсины и предотвращает размножение патогенных бактерий. Более того, кефир возвращает потерю аппетита и восстанавливает работу желудка. Кефир при болезнях печени. Неправильное питание и неподобающий образ жизни часто ведут к заболеваниям печени. Регулярное употребление кефира может дать целебный эффект и предотвратить сбои в работе печени. В будущем кефир также существенно сокращает вероятность ожирения печени, которая нередко приводит к циррозу печени. В случае обострения болезни печени восстановить ее функциональность поможет кефирная диета, при которой за день следует выпить около 5 стаканов кефира. Какой выбрать кефир? Вред обезжиренного кефира. На прилавках магазинов – широкий ассортимент кисломолочных продуктов, в том числе и разные виды кефира, обезжиренный 0,01%. Нежирный до 2,5%, жирный 3,2% витаминизированный, с добавлением витаминов С, А, Ф и ДР. С фруктовыми наполнителями – биокефир, с бифидобактериями – при выборе кефира следует обращать внимание на следующие критерии. Состав не должно быть ничего лишнего, только молоко и закваска. Лучше воздержаться от покупки кефира из сухого молока и сухой молочной закваски срок годности, чем дольше разрешают хранить. Кефир – тем менее он полезен. Количество молочнокислых микроорганизмов – содержание молочных бактерий в одном грамме продукта должно быть не менее 1 на 10 крышечка 7 кое. Указанную информацию можно найти на упаковке. Цвет и консистенция – кефир должен быть белого цвета, с кремовым оттенком и однородной консистенции безмутноватой жидкости сверху. Не должно быть пузырьков газа – процент жирности оптимальным будет содержание. Жира 2,5-3,2% обезжиренным кефиром увлекаться не стоит по ряду причин. Такой напиток может содержать консерванты, ароматизаторы, транжиры, сахар, крахмал и иные загустители хуже усваиваются организмом, содержат меньшее количество витаминов и микроорганизмов. Жиры выполняют важнейшую роль в человеческом организме. Можно ли пить кефир натощак? Для достижения максимального эффекта в улучшении микрофлоры кишечника, кефир лучше выпивать перед едой, когда желудок еще не переполнен пищей, т.е. натощак. Кроме того, кефир помогает восстановить работу желудка с утра после алкогольного похмелья. Можно ли пить кефир перед сном? Употребление кефира на ночь не только возможно, но и рекомендовано. Дело в том, что молочные бактерии в кефире содержат большое количество аминокислот трептофан. Благодаря этой аминокислоте кефир оказывает расслабляющие действия, помогает при нарушениях сна, снимает напряжение и обеспечивает спокойный и безмятежный сон. Кроме того, при борьбе с лишним весом, тяжелее всего устоять перед приемом пищи именно вечером. Выпив стакан кефира на ночь, вы утолите голод без вреда для фигуры. Как приготовить домашний кефир? Видео кефир, приготовленный самостоятельно, будет в десятки раз более ценным, чем приобретенный в магазине. А сделать это совсем не сложно. Рецепт номер один. Из молока и сухой закваски – молоко довести до кипячения, затем остудить до 40-50 градусов, смешать молоко с сухой закваской. В расчете 1 грамм на 1 литр молока поставить емкость с полученной смесью в тепло, можно залить ее в термос или использовать йогуртницу. На 12 часов рецепт номер два. Из молока и кефира с содержанием живых бактерий не менее 1 на 10 крышечка семикой, г, вскипятить 3 литра молока. Остудить до 40-50 градусов, добавить в молоко 15 часов. Лист кефира перемешать и поставить в тепло на 10-12 часов, что делать с прокисшим кефиром. Возможность использования кефира даже после того, как он прокис и негоден к употреблению в пищу в своем первоначальном виде. Еще одно удивительное свойство этого напитка. Прокисший кефир широко применяют при выпечке оладью, пышечек, манника и т.д. Приготовить легко, получается вкусно, кефир при этом не пропадает. Рецепт для приготовления пышечек необходимо смешать 0,5 литра прокисшего кефира, около 40 грамм сахара, 2 куриных яйца, 2 ст. Листы растительного масла. В конце добавить 1 час. Лист разрыхлителя и 2 стакана муки. Из теста сформировать колобочки и выпекать на противне при 180 градусах около 20 минут. Пользуй вред разгрузочного дня на кефире. Кефир благодаря своей питательности при низкой калорийности часто является основой диетического питания. Разгрузочный день предполагает употребление в пищу только 1,5-2 литра кефира в течение дня. Среди плюсов, относительно легко переносится в организм поступают не все, но значительная часть питательных веществ позволяет. Сбросить до 1 кг происходит очищение организма вместе с тем, злоупотреблять такой диетой не следует. Устраивайте не более 1 разгрузочного дня в неделю. Кроме этого, подобные разгрузочные дни можно практиковать только здоровым людям. И помните, что добиться истинного сжигания жира за такой короткий промежуток времени невозможно. С чем можно пить кефир? Для усиления полезных качеств кефира и более эффективного применения этого напитка с целью похудения и очищения организма от токсинов. Можно употреблять кефир вместе с медом, корицей, отрубями, подсолнечным маслом, гречневой мукой, солью и т.д. Польза и вред кефира с медом Мед славится своими уникальными качествами, несмотря на высокое содержание сахара, является очень полезным продуктом сочетания. Меда с кефиром может быть удачным выбором пищи перед сном, если вы хотите похудеть, но чувство голода невыносимо. Ложка меда быстро повысит сахар и в крови устранит чувство голода благодаря большому количеству витаминов и питательных веществ. Мед и кефир составляют основы некоторых диет для похудения. Употреблять мед и кефир можно по отдельности, а можно сделать питательный. Коктейль-рецепт Добавьте в стакан кефира 1 час. Листы меда и перемешайте. О вреде употребления этих продуктов можно говорить, если имеет место. Длительная монодиета на меде и кефире аллергическая реакция. На мед корица с кефиром на ночь для похудения. Корица обладает свойством ускорения метаболизма и стимуляции пищеварения. В тандеме с кефиром вы получите прекрасный напиток для снижения веса. Рецепт В один стакан кефира всыпьте пол чайной ложки корицы, немного измельченного имбиря, чуток красного перца. Полученный микс эффективнее всего выпить на ночь. Можно ли пить кефир с солью? Пользуй вред кефир с солью. Если добавить в кефир соль, получится напиток, приближенный по вкусу к тому, что пьют на Кавказе. Вы можете экспериментировать и искать вкус, который понравится вам. При смешивании кефира с солью особого полезного свойства не возникает. Более того, чрезмерное употребление соли приносит вред организму. Поэтому увлекаться не стоит. Лучше сделать из кефира и соли укрепляющую маску для волос. Кефир с гречневой мукой. Польза. Время от времени рекомендуется очищать организм от накопившихся шлаков и токсичных веществ. Сделать это можно с помощью кефира и гречневой муки. Рецепт. Смешать один стакан кефира с одного осте. Ложкой гречневой мукой. Настоять в холодильнике за ночь. Употреблять утром на голодный желудок. Напиток из кефира с гречневой мукой способствует увеличению выносливости, сокращению вредного холестерина, улучшению метаболизма. И так далее. Зачем пить кефир с растительным маслом? В случае необходимости восстановления нормальной работы кишечника можно прибегнуть к помощи кефира с растительным маслом. Сочетание данных продуктов обладает прекрасным послабляющим эффектом. Рецепт. Добавить в стакан кефира 1 час. Листы масла и тщательно перемешать. Рекомендуется периодически выпивать на ночь. Отруби с кефиром как принимать? Благодаря высокому содержанию клетчатки отруби долго перевариваются и надолго сохраняют ощущение насыщения. Это свойство позволяет успешно использовать отруби при диетическом питании для похудения. Наилучшим образом отруби проявляют свои свойства при набухании, поэтому их принято употреблять жидкостью. Кефир в этом плане является отличным дополнением. Рецепт. Стакан кефира смешать с 1 ст. ложкой отрубей. Оставить для набухания на 15 минут. Съедать перед едой. Постепенно увеличить количество до 3 столовых ложек. Вреден ли кефир для мужчин? Научных фактов того, что кефир может принести вред мужчинам, не зафиксировано. Наоборот, кефир входит в перечень продуктов, благотворно влияющих на потенцию. Как правильно пить кефир? Советы и отзывы. Перед употреблением доведите кефир до комнатной температуры. Выпивайте напиток небольшими глотками. Заведите привычку выпивать стакан кефира. Перед сном тщательно подходите к покупке кефира. Выбирайте только качественный продукт. Не увлекайтесь длительными кефирными диетами. Следуя данным рекомендациям, одновременно с полученным удовольствием от вкусного напитка, вы в полной мере сможете испытать на себе все полезные свойства кефира.